Проезд строго в масках. Медик Ирина Черкесова спешит на работу. Во всех общественных местах она всегда использует средства индивидуальной защиты. Говорит, каждый человек должен осознавать, каким риском он подвергает свое здоровье, игнорируя санитарно-эпидемиологический режим. Я свои защитные меры принимаю, остальные люди делают каждого, как они заботятся о своем здоровье. Для меня это необходимо и по профессиональной надобности, и для человеческой защиты тоже. Поэтому я как-то стараюсь избегать неприятных ситуаций для себя и для других. В общественном транспорте водители на каждой остановке делают объявления по громкоговорителю. О масочном режиме напоминают и кондукторы. Они, кроме билетов, у пассажиров проверяют и наличие средств индивидуальной защиты. Помогают им дружинники. Добрый день, уважаемые граждане! В ДНД города Самара у нас сейчас происходит информирование о мерах безопасности при коронавирусной инфекции, соблюдении социальной дистанции, ношении масок в общественном месте. У всех маски есть? Напомним, согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, во всех общественных местах и транспорт не исключение, маска продолжает быть обязательным атрибутом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на снятие большинства ограничений, он продолжает действовать. И здесь в первую очередь наши уважаемые жители города и гости города должны проявлять сознательность, потому что именно соблюдение масочного режима позволяет постепенно снимать ограничения и является одним из важных факторов, способствующим уменьшению заболеваемости. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность. Если пассажиры отказываются надевать маску или не имеют ее вовсе при себе, их могут высадить. В исключительных случаях, когда граждане намеренно не соблюдают санитарно-эпидемиологический режим и провоцируют конфликтные ситуации, если рейды проводятся совместно с полицией, составляются протоколы. В свою очередь все транспортные предприятия обеспечили персонал масками, перчатками и антисептиками. Запасы средств индивидуальной защиты ежедневно пополняются. Перед выходом на линии трамваи и автобусы дезинфицируют специальным раствором. Елена Малетина, Григорий Плешаков. События.